День сколько мешков собираете, бабушки? День собираем 50 мешков. Отлично, вы рекацмен. Урожайность в этом году приличная. Около 45 тонн с гектара. Помогать в уборке сюда приезжают люди со всего Дагестана. Среди них и махачкалинка Мария Мнурмагомедова, которая вместе с детьми приехала на сезонную подработку. Как отмечает женщина, работа на полях – это не только возможность заработать, но и метод приучить домочадцев к благородному труду на земле. Мы в день собираем с детьми около 80 мешков, 70 по-разному. Погода, ну, кому какой заказ. У нас нормально. Очень красиво у нас, очень приятно. И условия у нас есть отличные. Ну, я не жалею, что я сюда приехала. И не шалай, в следующем году тоже собираюсь с детьми сюда приехать. Полей здесь много. Всего клубней предстоит собрать более чем с 50 гектаров. Право вручную исправляться сложно, а без материально-технической базы никак. Поэтому владельцы личных подворий решили объединиться в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Этот статус позволяет фермерам получать субсидии от государства. Так, Министерство сельского хозяйства помогает земледельцам приобретать необходимую технику, реализовывать товар и развиваться. В данный момент в СПОКе задействовано 15 единиц техники, а также занято около 70-80 человек. ООО «Агропрайм» обеспечивает внутренний рынок, а также выходит на рынки центральной части России. Такие города, как Омск, Свердловск, Казань, Москва. В последние годы на территории поселка Комсомольское ведется успешная работа по развитию сельского хозяйства. С применением технологии капельного орошения на 135 гектарах возделывают множество овощных культур. Данный метод дает надежду земледельцам собрать с каждого гектара по 100 тонн капусты, 40 тонн моркови, до 80 тонн лука и 70 тонн свеклы. Батьмат Ханапова, Даут Гасанов, Новости ННТ, Кизелюртовский район.